Итак, дорогие друзья, у нас продолжается трой-аут, второй трой-аут весны. С нами молодой человек, в модной, стильной повязочке. Давай, рассказывай, как зовут и фамилия? Вова Прищепа, я из Владивостока. Вова Прищепа из Владивостока, а из какой ты академии? Из Луча. Из Луча. И чего ты? Давно в Луче уже тренируешься, давно занимаешься? Да. Сколько? Пять лет. Пять лет. Рассказывай, как для тебя эти четыре дня прошли? Да. Четыре дня трой-аутов, как для тебя прошли? Хорошо. Вот поделись со мной такой информацией. В какой день тебе было спокойнее? В первые два дня или в третий-четвертый день? В первый и в четвертый. В первый и в четвертый. Почему так? Не знаю. Спокойно не волновался. В четвертый день вообще не волновался. Да, кстати, ребят, можем тоже отметить, что когда вы едете на четыре дня, но вы едете уже один раз, ну, спокойно, лучше два дня лишних взять. И, во всяком случае, если первый день накосячил, второй день накосячил, третий день накосячил, но в четвертый день он точно что-нибудь покажет и точно обязательно его... Это я не про тебя. Это я говорю про тех ребят, которые... Да нет. Это я вообще говорю, что мы же должны понимать, что дети у нас, ну, как сказать, они еще не взрослые, они волнуются, они испытывают огромное количество эмоций. Поэтому чем больше времени у него будет проявить себя, тем лучше будет. Я знаю, что ты едешь у нас на тренировку сегодня. Ну-ка, рассказывай, куда на тренировку у нас сегодня поедешь. В чертону. В Родину ты поедешь. В Родину. В Родину ты поедешь, но... Так, да, ну-ка, распрямился, улыбнулся. Молодой человек у нас сегодня уже едет в клубную лигу, в футбольную академию Родина. Это очень крутой шанс. Мы верим, что ты им воспользуешься, покажешь себя на все 100%. Ну, а что, мы будем со стороны смотреть, наблюдать и радоваться. Поздравляем, молодец.